Получается ведь, что государству вообще сейчас очень выгодно сажать и наполнять тюрьмы заключенными. Потому что человек, которого ты посадил, как вы правильно сказали, он сделает все для того, чтобы отбыть этот срок по минимальному значению. И если к нему придут с какой-то бумажкой и скажут, подпиши, ты пойдешь сейчас на СВО, будешь помилован через пару месяцев и станешь героем и уважаемым человеком, то с большой вероятностью он согласится. То есть это еще и другая как бы палка о двух концах. То есть с одной стороны можно убивать, а с другой стороны выгодно сажать, выгодно наполнять тюрьмы. Еще как, тем более, что они разгружены на треть. Так смотрите, что произошло. Я пропустила, увидела сейчас только статистику. Вдруг я обнаружила, что за... Медиазона об этом писала, что за первое полугодие 23-го года в два с половиной раза возросло число посадок за побои. Я страшно удивилась, потому что ну как? Домашние насилия, побои, они же декриминализированы у нас были. Конечно, конечно. Их не криминализировали, случилось другое. Оказывается, год назад, летом 22-го года, депутаты тихонечко под шумок изменили эту статью, 116-ю, часть 1-я про побои. Они написали, что теперь надо сажать за любые побои при условии, если человек уже сидел за насильственное преступление. Понимаете? То есть и все зэки, все, которые когда-либо сидели за разбой, за грабеж, за убийство, за тяжкие телесные насилования, они подошли, я не знаю, кому угодно там, к жене, к своему приятелю, к первому встречному, дали ему в глаз, что, в общем, обычное дело. И раньше просто отпускали, ну, дал в глаз и все. А теперь-то уголовка, и сразу на войну. Конечно, ну, два с половиной раза увеличилось. Да, дал в глаз, пошел на войну, все. Теперь вот закончили миндальничать с синяками. Пожалуйста, конечно. Конечно, да. А силовики вот эти вот, которые сажали этих зэков, да, как вы правильно говорите, суд судил, прокурор обвинял, менты ловили. В их среде нет недовольства тем, что вот их труд, об их труд просто вытерли ноги. То есть они реально ловят преступников, работают в этом направлении. Ведь реальных каких-то преступников, маньяков ловят, убийц, насильников. И на тебе. А мы с вами все это видели в прекрасном Ростове. Когда туда пришел Пригожин, помните? А потом местные жители спрашивали, а где же наша доблестная полиция? А что она спряталась? И вот на этом месте я вообще полностью заступала за полицию. А с чего бы ей не прятаться? Они уже этих отморозков уже ловили. А это был ее тихий протест. Тихий протест. Конечно. Это мы же уже это все сделали. Мы их поймали. Мы снимали их с теплых трупов. Мы их оттаскивали, не знаю, это изнасилованных девушек. Мы их уже все это сделали уже. Мы их брали с оружием в руках. Мы их уже притаскивали в суд, в тюрьму сажали. А мы что ли их выпустили? Идите нафиг. Сами ловите теперь. И ушли. Правильно сделали. Конечно. На зоне вообще какие сейчас царят настроения? Потому что я помню, что весной 22-го года был такой массовый ажиотаж. Очень многие языки не без удовольствия записывались на войну, еще не представляя, что их там ожидает. Потом, вот когда мы с вами разговаривали летом, прошедшим летом, летом 23-го года, вы сказали, что какие-то депрессивные такие появились нотки. Вот что сейчас вот эта эволюция к чему привела? Ну, это все очень сильно меняется. Я бы сейчас сказала, что сейчас меняется от мужской зоны к женской зоне. Значит, в мужских зонах так, поскольку в конце лета, в начале осени, помните, пронесся слух про всеобщую мобилизацию? Да. Ну, как пронесся, во многих зонах начали говорить, что, ребят, у нас готовят в зонах столы воинского учета. То есть, да, в зонах готовятся к мобилизации. И какие-то вставляют мобилизационные списки, да, все это были на слухах, но для того, чтобы ты, правда, делалась. И заключенные прекрасно видели, а им еще это Пригожин говорил, что не пойдете добровольно, потом пойдем под мобилизацию. Без всяких, без денег, без всего. И пока эти настроения держатся, что пойдем-ка мы лучше добровольно, чем потом мы подпадем под всеобщий чёс. До них еще не дошло, что, наверное, до выборов ничего не будет. А потом, наверняка, они сомневаются, опять же, правильно делают, что это коснется заключенных. Это вольных, может быть, не коснется, а заключенных, может, и коснется. Они же ведь прекрасно, как их берут. Их просто гребут лопатами. Их берут. А вот женщины, а вот женщины идут с паровоза. Они настаивают, чтобы их брали. И там совершенно другая мотивировка, абсолютно другая. Но если мужчины идут прежде всего за свободой, за снятием судимости, то они идут отдать жизнь за Родину. Потому что они очень зомбированы. Очень зомбированы. Но по разным причинам. Смотрите, в мужской и в женской зоне там совершенно разные устои. В мужской зоне есть иерархия четкая. Хорошо это или плохо, но она есть. Есть какая-то, ну, по-своему пониманию, понимаемая борьба за свои права. Есть там блаткомитет, куда можно жаловаться. В конце концов, есть бунты, на которых принимает решение там блаткомитет. И поэтому есть и запреты. В конце концов, есть связь блаткомитета с начальником зоны. У них там свои терки, у них там свои цередворческие отношения. И всегда за какие-то услуги приносят, конечно, и за деньги тем более, приносят в мужскую зону мобильный телефон. И люди знают, что происходит. К тому же, вот эти часы воспитателя, когда заставляют тебя смотреть телевизор, совершенно понятно, когда что-то заставляет вертухает, ты от этого стараешься как-то отойти. И поэтому воспринимаешь любую пропаганду отрицаловым. У женщин не так, по разным причинам. У них нет иерархии, в основном по физиологии. И нет запретов. У них нет интернета, мобильного телефона, поэтому у телевизора есть телевизор. А самое-то главное, вот я все время пеняю нашим коллегам и вообще крем для крем питерской московской интеллигенции, как мы все ржем над поделками Мединского, как мы все ржали над фильмом «Зоя». Это нам смешно. А они в это верят. Это не для нас сделано. Для них сделано. Они хотят быть, как Зоя. Они хотят умереть за Родину. Все. То есть женщины сейчас вербуются с удовольствием на войну? С удовольствием. 31 женщина сейчас ждет отправки. Вот прямо сейчас. В колонии номер 7 сабли на Ленинградской области. Переживают, что долго их не вывозят. Оставшиеся женщины переживают, что 31 сейчас уедет. Обещали приехать вербовщики еще в октябре, а тут уже ноябрь начался, а они все не приезжают. Хотят. Слушайте, а у них нет там никакой обратной связи с теми людьми, ну, видимо, мужчинами, потому что до этого женщины не вербовались же, насколько я понимаю, о том, что там происходит. Там же очень страшно. Там мужики, которые сами совершали убийства, жуткие преступления. Они просто в ужасе от того, что они видят на передовой. То есть они не получают никакой информации? Нет, обратной связи. И в любом случае, вот зэк, который попадает, уже уезжает этапом из зоны, он для нас пропадает. Все. А вообще, как в целом на зоне относятся к Путину? Это же человек, который, по сути, их утилизирует. Вот, наверное, это самое верное слово, которое можно подобрать. Главпахан. Ну, в общем, главпахан – человек для них понятный, который говорит на их языке, который давно стоит во главе Владкомитета, он давно уже смотрящий за Россией. Ну, вот такой, какой есть, ну а что делать? Вот такой, ну да, тут уж мы ж не выбираем. Вот поставили нам сверху пахана, ну вот, да, смотрящий.